350 иностранных студентов в Астане и Алматы нарушили миграционное законодательство. Это выяснилось в ходе проверки Министерства внутренних дел. Правоохранители провели мониторинг хостелов и общежитий, проверили документы жильцов и наимодателей. Нарушителей привлекли к административной ответственности. К слову, в этих городах 98 общежитий и 395 хостелов. Помимо студенческих домов, полицейские осмотрели квартиры, сдаваемые в аренду. В результате установили больше 1300 так называемых резиновых квартир, где эффективно прописано 36 тысяч человек. За факты проживания без регистрации, за эффективной регистрацией органы внутренних дел привлечено к административной ответственности более 200 тысяч лиц. Благодаря принятым мерам количество таких резиновых квартир снижается. Но тут я хотел обратить внимание граждан на недопустимость фиктивной регистрации. Иначе за это предусмотрена как административная ответственность. Есть и уголовная ответственность об этом. Есть пример у нас в Астане, где один из жителей столицы зарегистрировал у себя почти тысячи граждан фиктивно. То есть тем самым создал своего рода легализацию, организацию незаконной миграции. Это им позволило легализации проживать в Казахстане, проучить разрешительные документы. Собственная квартира привлекли к уголовной ответственности.